Бззз-з, ой! Трудно найти человека, которого ни разу в жизни не жалила пчела. Это точно не самое приятное ощущение. Но пчелы совсем не злые. Эти насекомые очень важны для опыления. Их существование – одна из главных причин, по которой растения продолжают расти. Пчелы жалят только когда чувствуют угрозу. Если вас ужалила пчела, возможно, вы подошли к ней слишком близко. Или, что более важно, вы подошли слишком близко к улью. В каждом улье может проживать от 50 тысяч до 80 тысяч медоносных пчел. Как и мы, люди, пчелы делают все, чтобы защитить свой дом. Но вместо сигнализации сложных систем безопасности они используют свои жала. Когда медоносные пчелы жалят, они выделяют феромоны. Это химические вещества, которые влияют на поведение животных одного вида. Если на вас нападает одна пчела, феромоны взбудоражат и других пчел, которые находятся рядом. И они присоединятся к атаке. Не лучший для вас сценарий. Забавный факт. Жалить могут только самки пчел. У самцов трудней даже нет жал. А все потому, что жало представляет собой модифицированное устройство для откладывания яиц. У пчелиных маток тоже есть жало, и они крупнее обычных пчел. Средний размер королевы примерно 2 см, почти в 2 раза больше рабочей пчелы. Из-за ее размера многие думают, что укус пчелиной матки может быть намного больнее. Итак, давайте узнаем об этом побольше. Для начала пчелиные матки редко жалят из-за своей работы в улье. Королева – самая важная пчела в колонии, так как это единственная самка, которая может размножаться. У королевы есть две основные задачи. Первая – она производит химические ароматы, которые помогают объединить остальных пчел, чтобы они могли работать вместе. И вторая – она откладывает много яиц, до двух тысяч в день. Королева окружена рабочими пчелами, которые удовлетворяют все ее потребности. Они приносят ей еду. Сопровождающие пчелы также собирают, а затем и распределяют феромоны королевы, что мешает рабочим найти новую королеву. Но несмотря на то, что она главная в улье и такая крупная, укус королевы на самом деле менее болезненный. Это потому, что у обычных пчел зазубренный жало. При нападении жало застревает в коже, что затрудняет его удаление. Жало содержит яд, который насыщен белками. Он вызывает боль и влияет на иммунную систему и клетки кожи. Жало продолжает выделять яд в тело более 10 минут или до тех пор, пока его не удалят. В отличие от рабочих пчел, матки покидают улей очень редко. Их основная работа – откладывать яйца. А остальная часть колонии защищает улей и королеву. Вот почему самые сильные жало у рабочих пчел. Так они предотвращают потенциальные опасности. Единственная ситуация, в которой королеве приходится защищаться – это борьба с соперницей. В общем, королеве не нужно развивать мощное жало. Вместо этого ее жало намного более гладкое. Это значит, что оно не застревает в коже и не причиняет сильной боли. Звучит отлично, но есть одно «но». Из-за гладкости своего жала королева сможет ужалить вас в много раз. Жало прикреплено к пищеварительному тракту, нервам и мышцам. Все это необходимо для нормального функционирования пчелы. Когда жалят рабочие пчелы, они уже не могут вытащить свое жало из-за шипов. И это для них плохо заканчивается. Но жало королевы не застревает, и пчела не чувствует никаких негативных последствий. Однако она ужалит вас только в том случае, если поблизости не будет никого из ее телохранителей, что крайне маловероятно. Кстати, какое самое плохое место для укуса пчелы? Человек по имени Майкл Смит решил это выяснить. Он был ужален в 25 разных мест и оценил каждый укол по шкале боли от 1 до 10. Он обнаружил, что самой чувствительной областью были ноздри, которые набрали 9 баллов. Далее следовала верхняя губа, которую он оценил в 8,7 балла. Тремя наименее болезненными местами были череп, кончик среднего пальца ноги и предплечье. Все они набрали по 2,3 балла. Но вернемся к королеве. Каким образом пчела получает этот титул? Пчелиная матка редко нуждается в замене, так как может прожить целых 5 лет. В то же время рабочая пчела, родившаяся летом, обычно живет лишь около 6 недель. Но если королева умирает или переезжает в другой улей, колония должна ее заменить. Для этого требуется маточное молочко, которое пчелы-кормилицы производят в своих головах. Они скармливают его только что вылупившимся личинкам медоносных пчел. По сути, это суперпродукт, который содержит множество полезных веществ, включая витамин В, белки, гормоны и сахара. После трехдневного кормления рабочие отбирают несколько личинок и продолжают давать им маточное молочко. У остальных будет менее питательная диета. Маточное молочко запускает новые фазы развития растущих пчел, включая выращивание специальных органов, необходимых для откладывания яиц. Люди все еще не до конца понимают, как работает этот процесс. Некоторые ученые говорят, что не само маточное молоко заставляет пчелу превратиться в королеву, а исключение из ее рациона других натуральных химических веществ на растительной основе. Но даже если мы не уверены на 100%, как появляются эти особые пчелы, мы знаем, почему бывает только одна королева. Когда появляется первая королева, она ищет других пчел, которых кормили тем же маточным молочком, и уничтожает конкуренток. Если несколько королев появляются одновременно, хватайте попкорн. Предстоит королевская битва, пока в живых не останется только одна претендентка. Вот так пчелы обретают свою королеву. У других пчел в улье тоже есть важные занятия. К ним относятся поиск пищи, уход за молодыми личинками и строительство сот. У трудней или пчел-самцов есть только одна работа – спариваться с королевой. А когда они не пытаются спариваться, то едят мед из запасов и практически ничего не делают. Самки пчел или рабочие пчелы делают все остальное. Они содержат улей в чистоте, заботятся о личинках, ухаживают за королевой, охраняют мед, строят ячейки, добывают корм, охраняют гнездо, опыляют растения и даже кормят самцов. Каждая пчела точно знает, какую работу выполнять, так как специфические гормоны активируют части их генетической структуры, которые говорят им, что нужно делать и когда. Пчел есть четыре рабочих этапа в течение жизни. Первая фаза начинается примерно через три недели после рождения. Они приступают к очистке клеток, из которых вышли. Три дня спустя они вступают во вторую фазу. На этом этапе они отвечают за кормление других пчел. Это длится около недели. Затем они вступают в третью фазу. Они удаляются все дальше от центра улья, где строят соты и охраняют вход. Этот период также длится около недели. После этого пчелы вступают в четвертую и заключительную фазу – стадию добывания пищи. Это самая опасная часть жизни наших жужжащих друзей. Они покидают гнездо, ищут пыльцу, приносят ее домой и кормят колонию. Они также оставляют пахучий след на цветах, которым прикасаются при сборе пыльцы. Таким образом другие пчелы смогут понять, были ли здесь их родственники или чужаки. Иногда они обнаруживают свои собственные следы. Эта фаза длится не очень долго – всего около 10 дней, так как пчелы очень устают. После насыщенной делами жизни рабочие пчелы покидают улей, чтобы больше не вернуться. Если же рабочая пчела умирает внутри улья, ее выносят оттуда специальные пчелы-гробовщики. Несмотря на то, что жизнь пчел довольно коротка, эта модель отлично работает для их вида. Недаром пчелы существуют уже более 130 миллионов лет. При первом взгляде на это насекомое может показаться, что перед вами летающий сапфир. Пчела с синими полосками так же прекрасна, как этот драгоценный камень. У этих пчел на теле темно-бирюзовые полоски, а не желтые. Их огромные зеленые глаза напоминают изумруды. А тонкие коричневые крылья похожи на слои целлофана с выгравированными узорами. Внешний вид не единственное, что отличает их от обычных пчел. Они одиночки и им не нужен рой. Эти пчелы живут в небольших норах в почве или расщелинных в скалах. Еще одно отличие синих пчел от обычных – это их уникальный способ опыления. Ученые называют его опыление-жужжанием. Синяя пчела садится на цветок и начинает трястись всем телом. Это создает серию небольших быстрых вибраций. Таким образом пчела встряхивает цветок. Быстро и нежно. Эти движения заставляют пыльцу выходить из пыльника. Затем пчела останавливается и собирает всю пыльцу. Считается, что эти пчелы предпочитают опылять фиолетовые цветы, чтобы сливаться с цветком и оставаться незаметными для врагов. Но эта теория еще не доказана. Пчелы с синими полосками в основном обитают в Австралии и являются важным элементом сельского хозяйства страны. Такие пчелы работают с помидорами, клюквой, баклажанами, черникой, киви и перцем чили. Обычные пчелы не могут опылять большинство этих растений, а их синие родственники могут. В глобальном масштабе более 8% растений нуждаются в опылении жужжанием. Поэтому фермеры очень любят и защищают пчел с синими полосками. Осы и пчелы внешне похожи. Иногда их даже бывает трудно отличить, но образ жизни у них разный. Пчелы – тихие насекомые, которые проводят все свое время, опыляя растения, собирая нектар с цветов и делая мед. Можно сказать, что пчелы – это маленькие мощные грузовики, а осы – гоночные суперкары. Они агрессивнее, быстрее и маневреннее в воздухе. Их укусы более болезненны. Они тоже могут переносить пыльцу с одного растения на другое и питаться нектаром. Но их главная миссия – контролировать популяцию насекомых-вредителей, таких как тли и гусениц. Осам удается избавиться от более чем 14 тысяч тонн насекомых в Великобритании за одно лето. Представьте, как много они делают по всему миру. Осы опасны, но среди них есть один вид, который отличается мирным характером и образом жизни. Это грязевая оса. Она тоже имеет черно-желтую окраску, но выглядит более элегантно. Роем обычных ос управляет королева, а грязевые осы – существа одиночные. Они строят маленькие гнезда из грязи, в которых живут со своими детенышами, и кусаются только в том случае, если им грозит опасность. В отличие от других ос, они используют яд лишь для того, чтобы парализовать пауков, мух и гусениц. Затем они приносят их в гнездо, чтобы кормить детенышей. Так что не удивляйтесь, если увидите внутри гнезда целую орду парализованных пауков. В одном гнезде может быть более 500 насекомых. Когда осы вылупляются из яиц, они сразу же начинают пир. Самый неприятный вид ос – шершни. Да, это тоже осы, но крупнее, злее и с более болезненным укусом. Их укус – один из самых опасных среди всех насекомых. Они могут вырастать до размера большого пальца, в три раза больше, чем обычная пчела. Шершни нападают большим роем и очень опасны для любого животного. Чтобы с ними бороться, люди надевают толстые защитные костюмы, напоминающие скафандры. Но хуже всего то, что шершни сокращают популяцию пчел. Это может привести к катастрофе планетарного масштаба, ведь пчелы опыляют более половины всех фруктов, овощей, злаков и орехов в мире. Взгляните на этого большого жужжащего шмеля. Что-то тут не так. Он приземляется на цветок и… Подождите-ка, это вовсе не шмель, а какой-то красивый зелено-оранжевый жук. Вот он взлетает и опять выглядит как шмель. Знакомьтесь, это прозрачно-крылый бражник. Благодаря своему цвету и прозрачным крыльям он выглядит как шмель. Многим насекомым крылья нужны для терморегуляции. Они согревают тело. Другим насекомым крылья помогают сражаться с врагами. Бабочка умудряется выглядеть как крупное существо благодаря узору на крыльях. Некоторые насекомые общаются с помощью вибраций, создаваемых крыльями. Цветные крылья имеют много разных целей. Но у прозрачно-крылого бражника крылья прозрачны, и их основная функция – избегать отражения солнечного света. Прозрачные крылья практически не блестят на свету и приглушают цвет жука. Из-за этого другие насекомые воспринимают его в полете как шмеля и боятся на него нападать. Эти подражатели шмелям встречаются в Африке, Индии, Юго-Восточной Азии и Австралии. В начале жизни они представляют собой ярко-зеленых гусениц, которые питаются листьями кофе и граната. Кажется, что на дереве сидит хомяк. Но на самом деле это южная фланелевая моль. Она большая и покрыта густым мехом. Только не гладьте ее, если не хотите попасть в больницу. В этой шубе много ядовитых шипов. Даже легкий укол может вызвать массу неприятных ощущений. Другие насекомые, которые притворяются пчелами и осами, это журчалки. Они выглядят как осы, летают как осы и имитируют укусы ос. Их самая крутая способность – копировать пчелиное жужжание. Но на самом деле они хрупкие и безобидные существа. Их способность притворяться пчелами необходима им для выживания. И она отлично работает. Многие животные и насекомые боятся приближаться к этим искусным актерам. Но самые талантливые подражатели в животном мире – это лирохвосты. Эти маленькие птички с большими красивыми хвостами обитают в Австралии. Представьте, что вы заблудились в лесу вдали от большого города. Вдруг вы слышите звук бензопилы. Людей не видно, а звук все ближе. Затем вы слышите щелчок затвора камеры. Но рядом нет людей с камерами. Все эти звуки издают лирохвосты. Благодаря сложным мышцам своего осиринкса они могут имитировать звук практически чего угодно. Некоторые даже слышали, как эти птицы имитировали человеческую речь. А еще они хорошие лесные дизайнеры. Их самки строят куполообразные гнезда на земле в пнях и пещерах. Обычно они откладывают там одно яйцо и заботятся о птенце первые 6-10 недель. Давайте спустимся с неба в океан, чтобы взглянуть на других крошечных существ. Знакомьтесь, это синекольчатый осьминог. Он такой маленький и милый. Его яркий неоновый цвет и синие кольца видны издалека. Осьминог легко помещается на ладони, но лучше к нему не прикасаться. Даже встреча с белой акулой может быть не так опасна, как встреча с этим крошечным существом. Это один из самых коварных морских обитателей в мире. Его яд может свалить с ног огромного африканского слона. Такой осьминог опаснее королевской ковры или паука-черная вдова, потому что его укус часто остается незамеченным. Можно даже не почувствовать и не увидеть, что он жалит. А потом бывает уже слишком плохо. И от его яда нет противоядия. В его слюнных железах живут бактерии, которые вырабатывают яд. То же вещество содержится и в яде рыбы-фугу. Попав в организм человека, он парализует всю нервную систему. Легкие перестают сокращаться и снабжать организм кислородом. Хорошая новость! Этот осьминог вряд ли нападет первым. Последний известный случай нападения на людей был отмечен в 1960-х годах. Эти осьминоги обитают в Тихом и Индийском океанах, от побережья Японии до Австралии. Они проводят большую часть времени в приливных бассейнах и коралловых рифах. Теперь перенесемся в горячие пески юго-восточных штатов США. Здесь можно встретить огненных муравьев. Внешне они мало чем отличаются от обычных. А огненными их называют из-за укуса. Их яд напоминает огонь. В месте укуса возникает сильное жжение. Так что лучше к ним не приближаться. Уходите, пока один из них не заполз к вам в штаны. Нет сомнений, кто победит в схватке между пчелой и огромным шешнем. Это как схватка между котенком и соблезубым тигром. А армия пчел против армии шершней. Это как сотни котят против сотен львов. Кажется очевидным, что победят шершни. Так как один шершень способен уничтожить тысячу пчел меньше чем за полтора часа. Но если схватка произойдет в реальной жизни, она будет более сложной, драматичной и неожиданной, чем вы можете себе представить. Группа пчел целый день работает. Они опыляют фрукты и другие растения и собирают цветочный нектар. Они усердно трудятся и в конце дня возвращаются в улей. Они не замечают, что среди них есть самозванец – гигантский шершень. Он крупнее пчелы, но имеет такой же желто-черный окрас. Никто не обращает на него внимания. Самозванец залетает в пчелиный дом без приглашения и издает трескающий звук. Это щелкают его челюсти. Голодный и злой он начинает свое пиршество и в считанные секунды погружает улей в хаос. У шершня есть жало с ядом, но здесь оно ему ни к чему. В схватке с пчелами он использует свои острые челюсти. Жители улей атакуют врага, но он ничего не чувствует. Ситуация ухудшается, так как после использования своего жала пчелы погибают. Они жертвуют собой, чтобы защитить дом и пчелиную матку. К сожалению, все их усилия напрасны. Утолив жажду разрушения, шершень улетает в поисках новых жертв. Спастись удается лишь одной пчеле. Она покидает улей, чтобы предупредить других. Пчела залетает во все ульи в долине и сообщает о могущественном враге. Все пчелы готовятся к атаке. Они собирают армию. К сожалению, и этого недостаточно. Гигантский шершень прилетает в новый улей. Но на этот раз пчелы готовы. Они атакуют противника со всех сторон. На мгновение кажется, что укусы пчел работают. Шершень ослабевает и становится менее активным. Надежда на победу вселяет в пчел уверенность. Но ненадолго. Внезапно в улей слетается еще 10 шершней. Перед схваткой первый шершень пометил улей особым феромоном. Запах привлек его друзей, и теперь у пчел нет шансов. В дикой природе шершни оставляют следы, чтобы их сородичи могли найти нужное место. Всего за пару минут 11 шершней уничтожают 25 тысяч пчел. Совсем недавно эти земли цвели благодаря пчелам. Теперь же они превратились в безжизненную долину. Гигантские шершни не хотят тратить время на поиски ульев. Поэтому делятся на группы и разлетаются в разные стороны по долине. Они помечают дома пчел феромоном и начинают масштабную зачистку. Голод и жажда разрушения шершней неутолимы. Да, теперь пчелы знают своих врагов и сразу замечают, когда в воздухе появляется шершень. Но это не помогает. В каждой схватке они используют разные стратегии, чтобы одолеть врага. Пчелы даже сами пытаются атаковать гнездо шершней. Но и эта миссия бессмысленна. Никто больше не опыляет цветы. Никто не делает мед. Пчелы живут в страхе и боятся вылетать из ульев. В этот темный час, когда надежды почти не осталось, появляется крошечный шанс на победу. Особый вид японских пчел узнал, как победить врага. Новости разлетаются по всем ульям. Кажется, стратегия работает. Пчелам удается отбиться от нескольких гигантских шершней. Страх уходит. Пчелы снова готовы бороться. В реальном мире японские пчелы научились сражаться с гигантскими шершнями, но другие виды на это не способны. Итак, пчелы ждут врага. Все уже знают, что делать. Наконец, появляется гигантский шершень. Сотни пчел атакуют его, окутывая своими тельцами со всех сторон. Они полностью покрывают шершни и начинают трепетать. Синхронная вибрация пчел нагревает тело врага. Температура повышается. Шершень не может выбраться. Пчелы буквально сжигают его энергией своих тел. Несколько минут спустя гигантский шершень падает, и пчелы выбрасывают его из улья. Они уверены в своей победе. Тут появляется другой шершень. Уставшие пчелы атакуют его и снова начинают вибрировать. На подходе еще один монстр. И еще один. В ульи прилетает 10, 20, 100 шершней. Пчелам не хватает ресурсов и энергии, так что шансы победить снова на нуле. Чтобы победить раз и навсегда, пчелам нужно объединиться. Всем ульям. Сотням миллионов пчел. Место последней битвы – огромный безжизненный луг. Здесь собрались все пчелы долины. Они готовы к финальной схватке. Наступает тишина. Затем воздух начинает вибрировать. Жужжание шершней слышно издалека. Их популяция выросла в сотни раз, поскольку им не может противостоять ни одно животное. Поражение пчел неизбежно, но никто из них не собирается отступать. Два роя вступают в схватку. Это не битва. Это бойня. За несколько минут сотни тысяч пчел падают на землю. И ни одного шершня. Похоже, целый вид насекомых исчезает с лица земли. Но что это? Поле затягивает какой-то странный туман. Пчелы и шершни не видят друг друга. Вдруг сквозь белую вуаль появляются они – силуэты гигантских существ. Они оказываются в самой гуще событий. Их атакуют тысячи шершней, но их усилия напрасны. Пчелы быстро падают и теряют сознание. Шершни тоже отключаются. Некоторые пытаются улететь, но туман не дает им этого сделать. Все насекомые засыпают. Кто-то использовал газ, чтобы остановить битву. И это никто иной, как главный союзник пчел. В игру вступил человек. Одетые в толстые защитные костюмы, люди поднимают усыпленных шершней с земли. Они кладут их в одну корзину, а пчел – в другую. Сбор насекомых длится несколько часов. Затем пчелы, целые и невредимые, просыпаются в своих ульях. Шершни же просыпаются в специальных контейнерах. Они в ловушке больше не смогут никому навредить. Люди уничтожают гнезда шершни по всему миру. Они не позволят им плодиться. Пчелы ответственны за жизненный цикл в природе. Опыляя растения, они помогают им размножаться. Пчелы заботятся о ягодах и фруктах, которые мы едим. Они опыляют цветы, которыми питаются коровы и другие виды скота. Благодаря пчелам мы можем выращивать хлопок. Если шершни их уничтожат, нас ждет дефицит одежды из этого материала. Футболки, джинсы, пиджаки – все это подорожает, а потом и вовсе пропадет с рынков. Многие продукты утратят насыщенный вкус и полезные свойства. Люди, животные не будут получать достаточно витаминов. Коровы не смогут давать молоко, а значит, не будет сыра, сметаны, сливочного масла и других продуктов. Вы не сможете заказать сочный бургер в ресторане. Баклажаны, острые перцы, киви, черника, клюква и многое другое исчезнет с полок. Перестанут существовать целые виды животных и растений. А это приведет к другим кризисам. Не только к сельскохозяйственному, но и к глобальному экономическому. Тем временем численность шершней будет расти. В мире почти нет животных, способных их контролировать. Если люди ничего не предпримут, всем нам придется носить толстые защитные костюмы. Шершни будут забираться в наши дома и машины, атаковать людей и животных. Один гигантский шершень может доставить немало хлопот. Его укус один из самых опасных и болезненных. Он похож на укол, раскаленный иглой. Вонзая жалов противника, шершень вводят в кожу яд, который расширяет стенки кровеносных сосудов. Область вокруг укуса краснеет. Краснота может держаться от нескольких часов до нескольких дней. Шершень – существо агрессивное. Он может ужалить несколько раз. А представьте, на что способна группа этих насекомых. Чтобы спастись, нужно спрятаться в зарослях с густой листвой или прыгнуть в воду. А когда шершни улетят, незамедлительно позвонить в скорую. Шершни могут ухудшить жизнь людей, с ними важно бороться. К сожалению, пчелы на это не способны. Они абсолютно беззащитны. Человечество знает об этой опасности и делает все, чтобы контролировать популяцию шершней. Вот почему у гигантских шершней в этой битве нет шансов. Итак, пчелы возвращаются к привычному образу жизни. Опыление, сбор нектара, производство меда в улях. Долина снова расцветает. Пчелы могут спать спокойно. Люди взяли ситуацию под контроль и наблюдают за шершнями. Если появится один враг, значит, где-то недалеко есть гнездо. Специальные службы отслеживают насекомых и находят их гнезда под старыми деревьями и в ямах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова